Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Максимум. В объективе нашего внимания срочные новости. Смотрите в этом ролике. Президент Турции прибыл в Россию на переговоры с Путиным. Эрдоган пытается спасти своих военных, которых долбят в Эдлипе российские ВКС. Что на это сказал российский президент, узнаем. В то время, пока турецкий султан на переговорах в Москве, беженцы под это дело, выдавленные из Турции, штурмуют границы Евросоюза. Там не против опять собрать деньги для Эрдогана. И на Украине громкая отставка. Главный прокурор страны впал в немилость президенту. Ставленник США отправлен в отставку. На этом фоне даже Порошенко пожал руку Зеленскому. Обо всем этом подробно прямо сейчас. Дорогие друзья! Фактура. Спасибо. А мы продолжаем. Эрдоган примчался в Москву усмирять Путина. При этом захватил с собой целую делегацию, в которую вошли глава МИДа, обороны, министр казначейства и финансов и даже целый глава национальной разведывательной организации. Главной на переговорах стала ситуация в сирийской провинции Идлип. Путин сообщил, что переговоры пройдут в формате один на один и только потом к лидерам присоединятся делегации. Давайте послушаем, что сказали главы государств, комментируя реальную горячую фазу отношений. Ситуация в известной зоне в Идлибе в Сирии обострилась настолько, что это требует безусловно нашего прямого личного разговора. В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей – это всегда большая трагедия. К сожалению, как я уже говорил в телефонном разговоре, никто, в том числе и сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали. У сирийской армии серьезные потери. Поэтому, конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного, а, не повторялось, и, б, чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю его тоже, очень внимательно и дорожим этим. Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с Идлибскими переговорами имеет большое значение. В Идлибе очень напряженная ситуация. Я знаю, что весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда. Я считаю, что наши шаги и наши решения будут правильными и, несомненно, облегчат ситуацию. А в это время Евросоюз признает, что на Турцию оказывается серьезное миграционное давление в связи с перманентным нестабильным положением в регионе, но при этом категорически отвергает попытки в политическом шантаже со стороны Анкары. Такое заявление сделано по итогам экстренного заседания в Совете ЕС. Греция остается буферной зоной и сдерживает тысячи беженцев из Турции. В средин за ситуацией. Никогда в современной истории Греции граница государства не хранялась так тщательно. Под прицелом, в прямом смысле, каждый, кто попытается высадиться на берег. Однако, несмотря на огромный риск, поток желающих воспользоваться открытым окном в Европу, не иссякает. Люди идут сюда за свободой. Нет ни еды, ни воды, но есть свобода. Греческие полицейские с непрошенными гостями не церемонятся. Задержанных уже столько, что решено размещать их на военном корабле. Попутно думают, куда депортировать. Однако в Европейском Союзе согласия нет. На экстренном заседании звучат призывы вернуть Турцию к соглашению, по которому Анкара за солидное вознаграждение согласилась стать буферной зоной для мигрантов. Мы не должны играть с жизнями людей, которые, рискуя, пытаются попасть в Европу. Очевидно, что необходимо воздействовать на Турцию в плане выполнения соглашения 2016 года. Мы будем отстаивать эти позиции. Турция от своей миграционной политики пока отказываться не собирается. Осмотрев греческую границу с борта вертолета, министр внутренних дел Сайлу отметил, скопившиеся здесь беженцы – это уже проблема Афин. Обратно, в сторону Анкары, им дороги нет. Греческая сторона снова пыталась вытолкнуть к нам почти 5000 человек. Это одно из наиболее серьезных нарушений. Мы размещаем на границе тысячу спецназовцев, чтобы предотвратить такое. Миграционный кризис в Европе может разрешить диалог Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Ситуация вокруг Идлиба, который и стал спусковым крючком последних катаклизмов в центре внимания президентов. За переговорами пристально следят в европейских столицах. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предлагает выделить по линии ООН 100 миллионов евро в помощь беженцам из Идлиба. Сегодняшний диалог Москвы и Анкары должен стать основой этого гуманитарного сотрудничества. Стоит отметить, что в Турции со своим президентом не согласна оппозиция. В парламенте во время обсуждения военной операции вспыхнула драка. Один из депутатов назвал Эрдогана, цитата, «бесчестным и вероломным». В кулачном бою сошлись несколько десятков человек. Пока же ситуация в Идлибе остается напряженной. В российском центре по примирению сообщают о 45 обстрелах со стороны боевиков за сутки. Сирийская армия пытается удержать занятые ранее позиции. В первую очередь дороги, связывающие две столицы – Дамаск и Алеппо – и трассу, проходящую через всю страну в соседний Ирак. Верховная Рада на Украине опять соберется на внеочередное заседание. После крупных перемен в появительстве очередь за генпрокуратурой. Депутаты настроены решительно отправить в отставку главу ведомства. Недоволен им и президент Зеленский. Однако в этой кадровой ротации есть и политический подтекст, в котором видны уши Газдепа США. Попытаемся рассмотреть их более пристально. Сегодня в отставку будет отправлен генпрокурор Руслан Рябошатко. Судя по словам членов президентской фракции, дело решенное, но интригу все-таки пытаются сохранить. Я думаю, что новый генеральный прокурор назначен не будет. Вопрос стоит так, о выражении недоверия генпрокурору Рябошатко и он будет уволен. А что касается кандидатуры, я не хотел бы ее назвать, чтобы не помешать этому человеку стать генеральным прокурором. Могу лишь сказать, что скорее всего это будет народный депутат из нашей фракции. Готовящийся к отставке Рябошатко пробыл в должности чуть больше полугода и, по мнению многих, вызвал недовольство президента Зеленского тем, что слишком вяло расследовал дела в отношении Петра Порошенко и отказывался подписать так называемое подозрение. Впрочем, есть и другая точка зрения. Снимая Рябошатко, Зеленский пытается сыграть роль самостоятельного политика, тогда как, назначая его генпрокурором, действовал по указке из-за океана. Миссия Рябошатко уничтожить, институционально уничтожить генеральную прокуратуру. Значит, ждали посла, ждали спецпредставителей Госдепа по Украине, а получили генерального прокурора. Миссия Рябошатко, наверное, заключалась в том, чтобы доминирующую позицию в украинской правоохранительной системе заняла вот эта антикоррупционная вертикаль, ориентированная на посольство Великобритании и Соединенных Штатов. Журналисты выяснили, главный претендент на пост генпрокурора, заместитель председателя комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ианушас. В недавнем прошлом он был юристом студии «Квартал 95» Зеленского и телеканала «1 плюс 1» олигарха Коломойского. Во фракции «Слуга народа» Ианушаса ожидаемо характеризует как высококлассного юриста, а как депутат он успел отметиться пока лишь выполнением шести из ста обещаний избирателям, остальные, что называется, в процессе. Процесс выполнения своих обещаний не смогло завершить и украинское правительство, отправленное накануне в отставку. Впрочем, по мнению оппозиции, которая голосовала против, и новые лица в правительстве лишь смена имен, а не курса. Знаете, первое впечатление шило на мыло. Я даже бы сказал, что это даже не продолжение правительства Гончарука, это продолжение правительства Порошенко. Европейская солидарность тоже голосовала против нового кабинета, но затем Порошенко поднялся в президиум, отстоял длинную очередь из депутатов, чтобы несколько минут поговорить с Зеленским и даже пожал ему руку. О чем шла речь, наблюдавшие за действием парламентарии так и не узнали, но некоторые вспомнили, что накануне выборов Зеленский советовал Порошенко. Думайте. Теперь пришло время думать и ему самому. За полгода президентства рейтинг упал с 75% до 46%. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ выразила обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг журналистов, освещающих митинги. Под горячую руку правоохранительных органов на улицах попадали не только гражданские активисты и участники протестных акций, но и представители СМИ. Случайно ли? Будем разбираться. Пока ОБСЕ разбирается, что происходит на улицах и площадях Казахстана и кого запихивает воронок, народные избранники из Мажелиса высказываются о предложении наказывать родителей и прочих опекунов за вовлечение детей в протестные акции и митинги. Вам уже интересно, что они говорят? В осадном положении. Казахстан резко ограничит проникновение в страну граждан из государств, которые подверглись активному заражению коронавирусом. Однако международные обязательства не дают распространять эти запреты на дипломатов из Ирана, которые стремятся в Казахстан на переговоры по астанинскому процессу. А также запущен сбор средств на дань исторической памяти. Гигантский монумент высотой в 54 метра собирается возникнуть в Казахстане Абылайхану. Необходимы 7 миллионов долларов, чтобы реализовать этот проект. Продолжение следует...